Книга открытым оком. Том 21 вопрос 3420. Тема священства. Какое качество самое характерное у священников? Отчего бы нужно избавиться им или же не допускать его в себя, пока еще не стал священником? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Свою смачивость, заносчивость. Римлянам 12.16. Будьте единомысленны между собою, невысокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Попы на самом полном серьезе думают, что все до единого их благословения, решения, советы Бог утверждает на небе. У многих из них представление о Боге, как о золотой рыбке, на побегушках у заносчивой бабки. Из видимых прошений их сбывается малая только нисколько и не больше, чем и без их благословения бы сбылось. Иакова 4.3. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших важней лени. Одержимость демоном проявляется не в том только, что человек кричит во время херувимской, но и в том, что сам человек не стал подобным херувимом, не перестал искать свои выгоды, потерял простоту, забыл равенство всех пред Богом и стал возвышаться благодаря тупости и темноте своей и своих воспитанникам. 2 Коринфянам 11.3. 2 Коринфянам 12.4. 1 Коринфянам 12.4. 6. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Им нужно постоянно гасить в себе мысль, что они особенные какие-то и не цеплятся за благодать, которой они обречены. А у них это коронный номер. Так они лелеют эту свою сакральность. Ею они, по сути, и держатся на плаву, и от нее питаются. Но это и послужит им главной гирей, утянувшей их на дно адова. Не случайно же Иоанн Златоуст говорил, что большая часть священников погибает. Попробуй сегодня скажи эти слова им. 1 Коринфянам 12.4. И в конце его славной и героической по их меркам биографии подписать бы всего-то одно предложение. И это ему немало не поможет, а будет он, Алексий, Кирилл, Максим и прочие, в геерне огненной с сатаной. Ведь такой подписки ни к одному архиерею, ни к одному попу даже помыслить, представить нельзя. А вот по Златоусту можно поставить минимум, как к 51% священнослужителей. А по Серафиму Саровскому почти все 100% биографии должны заканчиваться вот такой предпиской. И указана причина этим же убогим Серафимам. 1 Коринфянам 12.4. Тогда попы пошли дальше на такие легенды о связанных священниках, за которых все совершают ангелы, а они пока под скамейками лежат. Но благодать, но главная благодать, всегда на них пребывают они сакральные, они благодатные, с пожизненной арендой. И вот от этого им нужно отгребаться усиленно и говорить. Рука 17.10. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите. Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. 1 Коринфянам 9.16. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. В дни плена, полные печали, на Вавилонских берегах, среди врагов мы восседали в молчании, горьком и слезах. Там вопрошали нас тираны, по что мы плачем и грустим. Возьмите гусли и тимпаны и пойте ваш Иерусалим. Нет, свято нам воспоминание о славной Родине своей. Мы не дадим на посмеяние высоких песен прошлых дней. Твои сион, они прекрасны, в них ум и звук любимых стран. Порвитесь струны сладкогласны, разбейся, звонкий мой тимпан. А каменей язык лукавый, когда забуду грусть мою и песнь отечественной славы ее губителям спою. А ты, среди огней и грома, нам даровавший свой закон, напомяни сынам Эдома день, опозорившийся он. Когда они в веселье диком, убийство, шумное вином, нас оглушили грозным криком. Все истребим, всех пожнем. Всех пожнем. Сложен, кто смелой удесницей оковы плена сокрушит, Кто плачь Израиля старицей на притеснителях отмстит, Кто в дом тирана меч и пламень, и смерть ужасную внесет, И с ярким хохотом о камень его младенцев разобьет. Н.Н. Языков, 1830-й год. Вот заметь, между ними стоит псалом, и ты не считаешь, выбрасываешь. Почему, непонятно. И это важно, что именно здесь идет на тему псалма. Я сказал, вы не расслышали. Не расслышал. Я сказал, 1830-й год, псалом, 136-й.